Доброе утро. Мы в офисе 1580. Сегодня пятница, последняя в этом году и предпоследний день. Узнаем, что произошло за сутки. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. На черепе насыщенные сутки. Два ДТП, одно из них со смертельным случаем на улице Сака. Второе столкнуло из два автомобиля. Полиция сейчас выяснит подробности. Второе ДТП на перекрестке улиц Героев Старинграда и Великопеновской тоже столкнуло из два автомобиля. Страдавшую доставили водицу. Это водители? Да, в обоих случаях. Значит, еще у нас уже многие СМИ написали. Вчера на переулке Нерзайчем, 10Б, поступила информация о взрыве ронаты в подъезде. Мужчина, участник АТО, взорвал ронат, он патировал в руку. У больницы сказали, что он был в состоянии накопленного переулка. На сегодня у нас, в принципе, погода должна немножко улучшиться. Будет минус 2, минус 4, без осадков. Поэтому я думаю, что сегодня будем закрывать вод на ночь. Опять будет выезжать техника. Будем проводить работы по посадке дорог и улиц. На выходных, на всех праздничных, коммунальные службы работают в усиленном режиме. В новогоднюю ночь тоже. Да, в новогоднюю ночь. И в 6 утра первым днем будем убирать территорию елки. То есть, центрально будут убирать декоративные культуры. И районные елки будут убирать по ТОМБ номер 23. Есть ли краткое отключение еще? В принципе, вчерашние сутки по отключению прошли спокойно. Наши областные коммунальные службы хорошо работают под комментируем. В принципе, отключение не будет. А вам желаем, чтобы наступать еще, прежде всего, Новым годом. Я думаю, мы с вами тоже увидимся уже в Новом году. Чтобы поменьше было первой части именно новостной, еще в жизни каждого. Больше улыбок и пусть принесет вам радость луниный петух. Спасибо, Сережа. До встречи в Новом году. Спасибо.